Литинговое агентство Fitch прогнозирует дефолт России, но у России есть подушка безопасности, насколько я понимаю, 175 миллиардов долларов по состоянию на 1 февраля в фонде национального благосостояния. С вами на связи экономист Татьяна Михайлова. Татьяна, объясните, пожалуйста, мне, нашим зрителям на пальцах, вот эти 175 миллиардов долларов, которые есть в резерве у России, они спасут страну от дефолта? Нет. Нет, потому что, во-первых, частично средства, отложенные в фонды национального благосостояния и в резервном фонде заморожены сейчас. Мы не можем ими воспользоваться, поскольку они размещены в облигациях стран, которые наложили на нас санкции. Частично средства находятся в... хранятся в золоте на территории России. Теоретически золото можно продать. Вопрос в том, кто его купит. У меня есть большие подозрения, что распорядиться средствами фондов у нас не получится. Татьяна, а вы согласны с прогнозами, уже многие агентства дают, в том числе агентства ФИЧ и Bloomberg писали о том, что, скорее всего, дефолт в России наступит 15 февраля, в середине апреля. В середине апреля. В середине апреля, да, были такие оценки. Я не могу подписаться под точной датой, но понятно, что краткосрочные прогнозы дефолта в основном возникают из-за того, что у России не будет оперативной возможности просто платить. Это как бы не дефолт из-за отсутствия денег, да, это и дефолт из-за санкций, из-за невозможности распоряжаться деньгами. Вот, но, поэтому, понимаете, вот ситуация с распоряжением деньгами может меняться довольно оперативно, поэтому я не поручусь, что вот эти прогнозы сбудутся. Что абсолютно точно, за что я могла бы поручиться, это что нам угрожает вот такой вот кризис в течение полугода практически, практически наверняка. Татьяна, если прогнозы сбудутся и будет в России дефолт, это вообще как-либо отразится на простых россиянах? Простые россияне пока не поняли еще, как это отразится. На самом деле нас ожидает крах экономики и откат нашего экономического развития за последние 30 лет, примерно на начало 90-х. Люди пока не осознали этого, но я оцениваю, сегодня говорила в разговоре с коллегами, что мы откатимся примерно на уровень 1995 года в плане благосостояния, в плане уровня заработных плат, в плане размера экономики. Примерно так. Татьяна, ну мы понимаем, что необходимые деньги для финансирования армии, учитывая уровень 1995 года. Возможно ли тогда то, что в России называют военной операцией, продолжение ее, если будет такая экономическая ситуация? Значит, продолжение военной операции возможно, конечно, потому что на данный момент армия обеспечена вооружением и зарплаты военным будут платить. Дело в том, что они деноминированы в рублях, рубли мы печатаем, мы напечатаем сколько угодно рубли. И поэтому вот эти санкции непосредственно военную операцию не остановят, но они, конечно, направлены просто на сжатие наших экономических возможностей и на предотвращение, наращивание нашей военной мощи в том числе в будущем. То есть вот санкции работают, конечно, не мгновенно, но они повлияют, да, конечно, на состояние армии, но не сразу. Как отразиться на простых россиянах в дальнейшем? Просто объясните, это уже многие прогнозируют нехватка продуктов, не будет у посевной. Что произойдет в ближайшие месяцы? Есть краткосрочные последствия, которые непосредственно сейчас развиваются из-за разрыва производственных цепочек. То есть закроются, возможно, предприятия, которые зависят от комплектующих, от ингредиентов, которые закупались за рубежом. И это вот непосредственное влияние санкций. Некоторые предприятия могут добавить запрет, некоторые найдут других альтернативных поставщиков, построят новые цепочки, но понятно, что массово это сделать не получится. Разрыв цепочек, конечно, повлияет, и это вызовет безработицу, это вызовет сокращение производства, это будет такой шок, шок в предложении. Это непосредственно краткосрочные эффекты. В долгосрочном это, конечно, просто обнищание всего населения, падение реального курса рубля, падение покупательной способности всех наших доходов и, ну, потихонечку скатывание. Татьяна, а может ли компенсировать все эти разрушенные экономические цепочки, например, сотрудничество России с Китаем? Да, частично это будет сделано, конечно, и как на государственном уровне, так и на частном. То есть фирмы сами будут искать альтернативных поставщиков. Китай – это один из понятных источников такого замещения. Что-то смогут сделать, что-то не смогут сделать. В любом случае, это будет дороже, чем раньше, поскольку… Ну, если мы выбирали из опций самую выгодную, то сейчас многие опции закрылись, нам придется брать невыгодные опции. В общем, вся экономическая деятельность будет дороже, а мы будем беднее. Есть ли сейчас какой-то секрет, рецепт для россиян, как смягчить этот кризис? Закупить сейчас продукты, которые не портятся, поменять сейчас все рубли на доллары? Значит, каждый человек лично может, конечно, сделать запасы того, что им нужно. Обязательно, если есть возможность, сделайте запасы лекарств, которые вы принимаете от хронических болезней. Если кто-то принимает лекарства постоянно, это очень важно. Можно сделать запасы того, что вам понадобится. Но в целом, господи, надо просто остановить, это уже поможет. Я вас понимаю, Татьяна. Вы думаете, что если остановить войну, то эти санкции могут быть ликвидированы, правильно? Значит, к сожалению, как история показывает, даже если мы сейчас, вот в сию секунду остановим военные действия и откажемся от этой авантюры, то санкции с нас снимут еще не скоро. И более того, все наши партнеры будут закладывать риск повторения этой ситуации в наши операции. То есть полностью, полностью откатить назад уже не получится никогда. Ну, по крайней мере, на ближайшие 20-30 лет. Но вы спросили меня, что можно сделать, чтобы смягчить. Вот это можно сделать, чтобы смягчить. Татьяна, и хотел еще последний вопрос задать вам по поводу отказа закупок нефти в США, российской нефти в США и Великобритании. Насколько это сильный удар по экономике России? Значит, вот наш бюджет наполняется большой частью за счет продажи нефти. Это даже не половина бюджета, это порядка 30% было до всех этих событий. Но проблема же не только в прямых поступлениях в бюджет от именно нефтяных доходов. Проблема в том, что любые нефтяные доходы создают мультипликатор внутри страны, мультипликатор экономической деятельности. То есть вот эти нефтяные доходы, приходя в страну, они создают дополнительный спрос на любые другие товары и услуги. И когда мы лишаемся нефтяных доходов, мы обнуляем не только их самих, мы обнуляем еще и вот этот мультипликатор. То есть да, влияние будет катастрофическое, извините. У меня другого слова нет. Но при этом, я так понимаю, что газ Россия продолжит поставлять в Европу? Газ Россия продолжает поставлять в Европу, потому что сейчас нет технической возможности в Европу от него отказаться. Но они ускоренными темпами это делают сейчас. То есть это опять же дело краткосрочного периода. То есть пока мы еще качаем газ. И хорошо, что мы качаем газ пока, потому что, по крайней мере, мы можем пока еще выращать какие-то деньги за него. Но Европа отказывается от российского газа, и это тоже ненадолго. Я вас понял, Татьяна. Экономист Татьяна Михайлова с такими неутешительными прогнозами для россиян, для российской экономики и с непонятной ситуацией по поводу дефолта, когда он состоится и будет ли вообще в России. Татьяна Михайловна, спасибо вам большое за вашу аналитику. Татьяна Михайловна.